Жильцы двух приватизированных общежитий в микрорайоне Калкоман в Алматы выясняют в суде, куда подевались 20 миллионов тенге, уплаченные ими за коммунальные услуги. Тем временем им грозит отключение электричества. Ежемесячно оплачиваемые жильцами приватизированных общежитий больницы номер один посредством филиала Альянсбанка средства не поступили по назначению. В следствии этого жильцы общежития задолжали за электричество, тепло и горячую воду более 20 миллионов тенге, около 170 тысяч долларов. То, что их деньги не поступают на счета соответствующих коммунальных служб, жильцы поняли после того, как им начали периодически отключать электричество, а тепло подключили с опозданием на несколько месяцев. Жители общежития в случившемся обвиняют руководство потребительского кооператива «Рауан». По их словам, бывший председатель кооператива присвоил деньги, оплаченные ими за коммунальные услуги. Шулпа Мусаева, проживающая в общежитии, рассказала репортеру о затык. Мы уже называем ПК «Рауан» потребительский кооператив «Перембардности». Потребительский кооператив «Рауан» практически не работает. Жильцы общежития регулярно оплачивают квитанции за коммунальные услуги, которые выдает кооператив. В конце прошлого года стало известно, что проплаченные нами деньги за коммунальные услуги за 2007-2008 годы бесследно исчезли. Поступление – ноль. Тенге – прайда. Долг жителей общежития за электричество составляет 1 миллион 600 тысяч тенге. Они должны заплатить до 13 января этого года в кассу Алматинского городского энергоспыта 1 миллион 200 тысяч тенге. Иначе 204 семьи будут отключены от электричества. Баян Садбекова рассказывает, что хотя она своевременно оплачивает коммунальные услуги, ей все равно без конца приносит квитанции. Я оплатила за коммунальные услуги за 4-5 месяцев вперед. Вчера опять с квитанцию принесли. Завтра я снова должна пойти и заплатить за электричество. Электричество вы работаете? Хорошо, хорошо. Состояние подвалов двух общежитий не выдерживает никакой критики. В свое время жильцы неоднократно жаловались руководству кооператива на исходящую из подвалов вонь. Но, по словам жильцов, никаких мер кооперативам Рауан не было принято для устранения неполадок. Не так давно жители избрали председателем потребительского кооператива Рауан Рустембека Адебекова. Хотя он и был избран большинством голосов членов кооператива, но не может приступить к своим должностным обязанностям, так как бывший председатель кооператива не передает ему соответствующие документы и печать. Репортеры радио Азаттык подошли к офису потребительского кооператива Рауан, но он был наглухо закрыт на замок. Шулпа Мусаева, жительница общежития, говорит. Это дверь в офис нашего кооператива, и она всегда вот так закрыта, в какое бы время ни пришли. Спор между жильцами общежития и руководством кооператива рассматривается в Ауэзовском районном суде. Суд неоднократно откладывал рассмотрение их дела в связи с тем, что руководство кооператива не приходило на заседание суда. Репортеры Азаттык решили взять комментарий у заместителя председателя и главного бухгалтера кооператива Резаголь Жантлеовой. Однако она категорически отказалась отвечать на наши вопросы. Не надо! Не надо! Не надо снимать! Не надо, брат, снимать! Я же, давай, я смею, не стой! Давай, не лечу, вызывай! Давай, вызывай! А по словам избранного большинством голосов жильцов, но еще не приступившего к своим обязанностям нового председателя кооператива Рустимбека Адиебекова, нет ничего удивительного в данном поведении Резаголь Жантлеовой. По его мнению, эта женщина всегда конфликтует и ведет себя таким образом. Когда мы уже уходили, то встретили пожилую женщину, которая занималась уборкой территории около обшежития. 70-летняя Расхан Махмутова, дворник кооператива Рауан, рассказала репортерам радио Азаттык, что более 7 месяцев она не получает заработную плату за свою работу. Окей! Минус черга! Я здесь работаю полтора года, ни разу не брала отпуск. 7 месяцев я не получаю заработную плату. Я убираю и чищу как внутри, так и во дворе двух обшежитий. Но как мне прожить без заработной платы? Мне надо поднимать детей. Ермик Бултай и Дзильбегим Мавлани специально для радио Азаттык из Алматы.